Самое доброе утро, сегодня 26 июля, 2018 год, 9 часов. Я только что вернулась, ДНК отвезла на работу. Проснулась в 5 утра, не спится мне, все, хоть и пресни. Я пошла смотреть какие-то видео, что-то смотрели. А потом почему-то как-то упала в сон, да так резко упала в сон. Мальчик вот этот постоянно ходит здесь, гуляет. И Даня меня будет уже без отсидеть. Я такая подскакиваю, боже мой, ребенку же надо с собой еду дать. Я говорю, возьми с собой черешню. Уже никак не может, я доешу в конце концов эту черешню. Сколько же она уже может стоять? Нет, на работу не взял. Я ему быстренько картошечки с рыбкой, то-то-то, у меня было приготовлено, правда, все. Сварила ему кашку, он 2 ложки съел, говорит, все, бабушка, поехали, не успеваем. Ой, короче говоря, сейчас буду его кашу доедать, я так всю жизнь в детстве была у детей. Но в детстве, в детстве я так, я всю жизнь была у детей, я называла себя, я как свинья, я выполняла роль свиньи в нашей семье. Дочка не доест, я за ней доедаю, сын не доест, я доедаю. Я говорю, так, я за вами все подъедаю, и мне самой нормального блюда никогда не съесть, потому что я уже не голодная, пока за вами доела. Вот такое вот было всю жизнь в детстве. Ну, в смысле, не в детстве, а когда у меня дети были маленькие. Подскочила, даже в душ не сбегала, я обычно подскакиваю, бегу в душ, быстро-быстро зубы почистила машину, фух, поехали. Быстро кашку сварила, сейчас пойду в душик, на голове вот такое, и вот такая еще, еще такая, покачусь, потому что такая, еще и сна не вышла. Чего это мне вдруг не спалось? Схватила с собой полотенце, думала, намочу волосы, да хоть приглажу их, ага, черта с два, пригладила. Вчера хотела платье зашить на машинке, оказывается, лапки на машинке нет этой швейной, куда она пропала, бог его знает. Ой, пошла, пошла, приведи себя в порядок. Уф, терпеть нему, когда у меня посуда стоит грязная, но вот это вот, никуда не денешься, никуда не денешься. Яблоко. Никогда не бывает грязной посуды, я категорически не выношу, до дрожжи в ногах не выношу, когда в раковине стоит грязная тарелка, либо что-то. Я никогда не лягу спать, если у меня не помыта посуда, у меня такого вообще быть не бывает. Если кто-то поел, тарелка сразу мыта, через три секунды все помыто, все. У меня не то, что там час не стоит, не то, что там полчаса не стоит посуда, у меня не стоит она одну минуту. Тут же все перемывается, я все, не знаю, у меня какое-то, у меня какое-то болезненное отношение к грязной посуде. Никогда в жизни у меня не бывает грязной посуды, категорически. Опять, опять пошли солнечные зайчики, я ж хотела, я ж хотела пойти принять душ. Какой душ? Какой душ? Открыла камеру, все, все сразу ожила. Точно, вот уж точно вчера говорил сам был, что YouTube это зависимость, да самая настоящая зависимость. Итак, я сегодня еду, сегодня 100% еду к Аллочке. Уже внуку сказала, говорю, Данюк, я не знаю, ехать, не ехать. Бабушка, езжай, 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 даже не думай и вообще. Я говорю, что-то мне вот как-то сердце горит остаться дома. Вчера мне сердце сказало остаться дома. Сегодня оно мне опять горит остаться дома. Может, это просто лень какая-то. Нет, ну я хочу ехать, я так, я так люблю сесть за руль, ехать далеко. Мне обязательно периодически надо уезжать в другой город. Либо в Майами, ну сюда, недалеко. Либо в Майами, либо куда-то туда Кали, либо куда-то там на Мексиканский залив. Мне надо уезжать за пределы Орланды, не знаю почему. У меня вот эта страсть к путешествиям. Когда я выезжаю за пределы Орланды, я чувствую, что я путешествую. Когда я внутри Орланды, я не чувствую, что я путешествую. У меня какое-то состояние, что все-таки нет, это не то. И вот сегодня я все-таки практически собралась Не знаю, что будет Соберусь, не соберусь, но, наверное, все-таки соберусь Хоть и говорит Я сейчас поговорю с собственным внутренним голосом Я сейчас его убедю или убежду И все-таки я поеду Подкрашу сейчас бровки себе Опять-таки надо принять душик А то так подскочила, подскочила, зубы почистила И бегом в машину Фух, правда, Данюк вел машину туда, но я-то вела обратно И вот, получается, вот эти деревья Самое первое цвело, самое большое Оно давно уже отцвело И вот теперь и маленькие начинают цвести Так красиво Ой, все, пошло Пошло, все постирано Хотела сегодня полы помыть Ну, уже бог с ним От этого никто никогда не умрет От непомытых полов Нет, грязных Они не грязные, но они просто непомыты Надо было бы Ну, короче, посмотрим Сама не знаю, что хочу Чего хочу, не знаю Кого хочу, не знаю Кого знаю, не хочу Все, порядок какой-никакой Навела на кухне, более-менее Чтоб глаза не бросалось Оказывается, вот это вчера я смотрела 39,99 мне предлагают интернет 100 мегабайт интернет А оказывается, 39,99 each Интернет и телевизор А телевизор-то мне не нужен Нафиг мне нужен телевизор У меня на антенне около, наверное, 60 каналов Я крайне редко смотрю телевизор Только новости А новости у меня бесплатные абсолютно Хорошего качества Опять делаю свой кофе Обалденно Вот эта вся пенка Я вообще поразилась Думаю, боже мой Столько лет Столько лет Я неправильно пила кофе Ёлки-палки Во-первых, кофе должен быть холодным Ну, нет, понятно Если вы живете где-то там в холоде Понятно, конечно Там нужно Можно и глинтвейн выпить Понятное дело Но здесь, в этом теплом климате Понятное дело Должен быть только холодный кофе Пенку языком слезу Какая вкусняшка Боже, какая вкусняшка Вообще, передать не возможно Вот это все пена Пена Вот, наверное, три четверти стакана Нет, одна треть стакана Это пенка Вот пенка вот отсюда начинается Вот так Вот так вот отсюда Это все пенка Сейчас она сядет Вот сейчас будет кофе Я насыпала много льда Ну, немножко воды налила Понятно Добавила чайную ложку Я вот так вот выливаю Вот кто скажет Когда-то при социализме Было понятие Что вот в таких банках Жестяных нельзя ничего держать Надо банку сразу освобождать В какой-то другой контейнер Ну, типа, что Если пища будет сохраняться В открытом металлическом контейнере Это плохо повлияет на здоровье Вот до сих пор у меня Вот это как бы Шизо Я никогда не выброшу эту банку в мусорник Пока я ее хорошо не помою У нас Прежде чем выбрасывать что-то в мусор Надо тщательно помыть И даже Желательно еще и высушить Все, что Все, что, как сказать Все, что помыто Задание, понятно Доела кашу Если честно Я бы не ела Я бы не завтракала Но Такая была вкусная каша Я не могу оставлять продукты Я просто категорически Не могу оставлять Выбрасывать продукты В смысле Я все-таки Сейчас поговорила Со своим внутренним голосом Кто-то подумает Что я отекнуто Нет Ну просто У меня не внутренний голос А у меня вот какое-то такое ощущение Что как будто Вот как будто Что-то мне мешает Взять и поехать калий сегодня Вот как будто Вот что-то меня Что-то меня держит В этом доме Вот что-то типа Ну вот Чувство Чувство какое-то Что ехать не надо У меня такое бывает Достаточно частенько Я просто хорошенько Говорю со своим внутренним голосом Я ему говорю Так слышишь Ну что нам дома сидеть Смотри какая погода Смотри какая природа Смотри ты свободна Вот выпало несколько дней Таких полностью свободных Свободных Ну воспользуйся Сейчас банка высохнет Я ее выброшу Вот уже пошло Вот уже пошло Кофеечек Вот отсортировается Кофеечек от пенки Вот там пенка Офигительно Итак Я только что приняла душ Голову даже не это Даже пальцами не причесала Приняла душ В Дугл кричит Давай иди скорее кофе пить Давай иди кофе пить Но Никуся Вот сразу и Никуся Сразу и Дугла Все сразу Всем я нужна Непонятно Вы мне тоже все нужны Конечно Куда ж деваться Иду моя любимая Иду Иду Если ты еще веник взяла Да позаметала бы за собой Свою волосню Никки Я тебе Либо я куплю эту штуку И Или отведу тебя В парикмахерскую Пусть тебя поздирают Эти волосы А что Есть же голые кошки Пусть у них будет голая собака Зато Никуська Ты загоришь Станешь Станешь черной Как мой Как мой Роберт Да И будешь красивая Не надо тебе Тебе волосни Ты же девочка Нафига тебе столько волосни Шутки шутками А кстати Я не видела таких голых собак Вот голые кошки Есть такие мерзкие Так ужасно смотрятся Абсолютно голая кошка А почему же до сих пор Не вывели голых собак Или уже есть Если есть Скажите мне Итак Всем сразу нужна я Всем сразу Все меня зовут Иди сюда Давай скорее Скорей Скорей Все Если я волосы Сейчас сразу не поправлю Они у меня высохнут Они у меня будут Так все стоять Вот так колом Будут все стоять Дыбом Дыбарем Дыбарем или дыбом Только что мне Танюшка прислала Ой вот не знаю Не фамилию как сказать Канал названия Такой сложный Только что Таня Мне прислала видео Я вчера Или позавчера Сказала На По моему В прямом эфире Я сказала Девочки Кто хочет Сделайте Сделайте видео Обо мне Для меня Просто даже Не обо мне Просто даже для меня Видео Я такая-то Такая-то Ну понятно Чтобы оно было Адресовано мне И вот Танюшка первая Такая крутенька Такая красивая Вообще Вообще Прям такая красивая В моей жизни Появился один человек Который сыграл Очень большую роль Именно Психологическую Поддержку Давал Мало какую-то надежду Это Людмила Флорида Я когда-то была На нее подписана Потом У меня там что-то случилось Я потеряла почти все подписки У меня Самбел ушел Все ушли И потом я Ну Самбел это естественно Я помню Я на него снова подписалась Алена Погребня Рубина Худина Гудина Рубина Гудина Погребня Сейчас она Тоже ушла Я их всех восстановила А Таню не восстановила Потому что название Название канала Очень сложно Как сказать Произнести И запомнить Так что Танюшка Я тебе громадное спасибо Ты красавица Такая худенькая Такая стройненькая Такая прям девочка Вообще Недавно замуж вышла Танюш Вот не помню Сколько тебе лет Но ты тоже где-то 50-60-е годы Да ты родилась Где-то так Ну только То есть она по-моему Чуть-чуть младше меня Ну краса девочка Просто такая стройная Такая худенькая Худенькая Дитю Спасибо громадно А от вас От всех остальных Жду Жду видео Потом я смонтирую Большое видео Но если это будет большое видео Если мне многие пришли Но все равно Все ваши видео Соберу в одно И запущу у себя С указанием Вашего названия Названия канала Вашего имени И все прочее Так что давайте знакомиться Давайте знакомиться По-моему мне и на бык Я никогда раньше Не записывала себя на видео Это мой первый опыт У нас настолько Совпадает мировоззрение И ты настолько Родственная душа Для меня Вода грязная Папа тебя не любит Что же мне засранец Я ему сейчас По башке надаю Собаку поет Такой зеленой штуки Вот тоже Что лень помыть Я прихожу Периодически мою Вот эту штуку Вот что Сейчас я пода щетку возьму И помою I feel wonderful Wonderful And I feel wonderful When you feel wonderful Well, thank you You're welcome What is new And exciting In your life? Ah, everything is new And exciting In my life Everything is new And exciting In my life Well, I'm Every day Something new Something so exciting And I'm so happy And I'm just so Boo-boo-boo-boo-boo-boo Okay What I wanted to tell you Did you notice Nicky's water Turns green color No You have to check it And she drink it She hasn't eaten in two days I don't know why Because She did not eat For two days Because Yesterday I gave her Six bones Six? Yeah She just came And just ask me And just Scrub, scrub This sliding door What's wrong with my leg? Yeah, yeah This is why This is why She did not eat Today is a waste day I need to go and leave it Before the waste I hear it We have one day A week In a week It's a waste day They take the waste And plastic I hear the machine I'll turn it I'll turn it This box I'll turn it That would be Thank you To turn it And I'll turn a lot Every day I'll bring it I'll turn it I'll turn it Do you Cruby I'll turn it That's what It's a matter of When I'm in the apartment But I never I have But Everyone Even These bananas Because I find было такое, что я уехала и оставила бананы и у меня на несколько дней и у меня налетела какая-то мошкара вот дугас вот едет мусорка как раз я успела вовремя сейчас они пособирают все это повыбрасывают все, а за этим в пятницу завтра придет машина пошли ой как хорошо, господи как хорошо, а я еще даже брови не намазала и решила все-таки остаться дома уже собиралась, собиралась что-то чувствую, вот хожу, что-то чувствую не то, вот не хочу никуда ехать, надо, надо а я не хочу, вот не хочу никуда ехать и все, хоть ты тресни хоть ты и застрелись, не поеду никуда, ладно я слушаю внутренний голос сейчас поеду в комдипо, так и несколько дней собиралась, мне нужна большая кисточка у меня маленькая осталась, мне надо вот там докрасить кусочек забора вот там вот у дугласа я спилила куст вон видно кусочек серенький. Я спилила куст. Давай, давай, камера, давай. Ну, чего ты камера выделываешься? Вот кусочек надо закрасить. А я кисточки, я немножко попользуюсь и выбрасываю, потому что они, ну, понятное дело, потому что начинают вылезать. Ой, 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 будь здоров, спасибо. Ой, как я смачно чихнула. Я всегда так смачно чихаю. Дуглас не всегда говорит, почему ты так громко чихаешь? Я все время говорила за свою дочь, Сарство Небесное. Говорит, Мари, вот так пальчик поставить, так, и все. Я говорю, я так не могу. Я все делаю смачно. У меня все должно быть со смаком. Так, ах, прямо так хорошо, хорошо. Определенный мини-оргазм получаю от чихания. Ой, кино и немцы, честное слово. Так, я заметала двор и вдруг увидела, услышала мусор, вот с той стороны услышала, что там мусор. Никуська. А тут мне, наверное, не пригодится. Нет, мне не пригодится здесь. И побежала скорее выбрасывать мусор. Давай, ты иди поваляйся там. Иди поваляйся там. Сейчас. Ах, и сегодня точно полы помою. Собираюсь уже, собираюсь, собираюсь помыть пол. И никак. Никусик, ты мне помогаешь, куколка моя? Она говорит, да, мамочка, я тебе помогаю. Вот этой большой тоже обаньки, упала. Здравствуйте, приехали, называется Я взяла и упала. Ну, стой уже там. Неохота мне это отбегать. Это в конце концов не дом, всего лишь навсего патио. И вот это патио, многие спрашивают у меня до сих пор, кто, видимо, недавно пришел ко мне на канал, спрашивают типа мошкара там, все прочее. Мошкара тут, у нас мошкары практически нет. Но есть, конечно, что-то, есть не даром стоят вот эти сетки. Вот такие мелкие, мелкие сетки. Кругом вот они. И сюда никакая гадость не пролезет. И я все думаю, может быть мне, может быть мне, мне так хочется, мне так хочется спать прямо на улице. Нет, все равно тут все закрыто. Нет, все-таки я себе вот там сделаю. Все-таки себе там сделаю. Вот хорошо бы, вот эта вот качелька, она разворачивалась. Дуглас как-то взял ее и сделал так, чтобы она такая вот, как бы сиденье установило, но нерегулируемое. Если я смогу положить сиденье там, вот там у меня будет кроватка. Когда идет ливень, тут почти каждый день, каждую ночь идут ливни с грозами, с такими смолниями. Я вот там могу спать, кайфовать. И такие мелкие, мелкие брызги на лицо. Это вообще сказка. Обожаю, вообще обожаю спать на природе. Я когда сюда приехала, у меня вообще мысль была поставить сюда палатку. Палатку с открытым верхом, ну сеткой, чтобы любоваться небом. Тут, слава Богу, у нас медведей нет. Мы живем далеко от лесной зоны. А вот туда дальше, где Викаева, Спрингс, там медведи ходят прямо по домам. Там, конечно, во дворе не поспишь. Потому что реально они заходят, они проламывают, они залезают на заборы, заборы падают, они заходят на участки к людям. Там, конечно, не поспишь, там страшно. У нас, слава Богу, нет. Никуська, что ты чухаешь? Она, слава Богу, перестала скулить. Она мне так скулила одно время. Я Дугласу говорю, давай отвезем к врачу. Я купила ей вот этот вот. Почти 70 долларов, даже больше, чем 70. Это через каждые полгода надо покупать. Это ошейник. Ошейник от Блох. И она, я не знаю, мы постоянно капаем сюда в холку всякую фигню, но, видимо, не работают. Но вот этот ошейник работает просто замечательно. Да, не кусечка, она перестала у меня скулить. Да, моя красавица. Конечно, я ее мою, я ее купаю. Просто я не показываю каждый раз, когда я ее купаю. Я купаю ее очень редко. Я купаю ее, наверное, в 3-4 месяца раз, а то и в 5 месяцев раз. Я ее очень редко купаю. Но я ее купаю. Естественно, перед тем, как одеть этот ошейник, я ее тоже покупала. Искупала. Покупала, искупала. Так что не надо ля-ля на меня. Я люблю мою никочку. Да, не кусечка. Слушай, скажи, yes. Сейчас как скажет, yes. Я в обморок упаду. Говорящая собака. Ой, надо же коврик вытрусить. Вон как у меня серебро светится. Обожаю вот это. Серебро. Все в лицо летит, все в лицо. Все летит в лицо. Скорее прячемся. Вот на двери вот это надо заменить срочно. Вот это все заменить, потому что когда ребята снимали, вот это у меня тут был с жасмином, все. Вот я же говорила, тут нет у нас мух. Появилась собака такая. Бывает. Иногда залетают залетные какие-то мошкара мухи. Не без этого мухи, конечно, бывает. Возле мусорника. Мусорник чистый. Мусорник у меня просто пахнет. Я мусорник мою, просто я вымываю все внутри все равно. И там я туда не выбрасываю никакой там как бы запахом что-то. И все равно в мусорнике обитают. Ну, видно, Дуглас что-то бросает, не знаю. Все равно там есть мухи. Что это такое? Я только что, я же только что помыла все. Я же только что все это помыла. Ладно. Не куська. Это тоже можно сюда выбросить. Все, моя красотка. Сегодня прохладненько. Сегодня прям хорошо здесь. Да, не куська? Прохладненько, хорошо? Куколка моя. Дело в том, что собакам не жарко и не холодно. Собаки могут жить как при морозе, допустим, минус 20 такой кожи, так и плюс, наверное, 50-60. Поэтому, когда мне пишут, вот, некий бедный, прочитайте просто про кожу собак, о шерсти, как сказать, о покрытии. Да, не куська? Куська, пострижем тебя на лысо, да? Будешь у меня первая лысая собака в мире, да? Хвостом крутит. Нет, косточек нет. Папа сказал нет. No, Ники. Я не буду, я добрая. Ты знаешь, какая я добрая. Я не буду поддаваться. Все. Я не добрая с сегодняшнего дня. Папа сказал нет, нет. Значит, иди здесь в свой корм. Там у тебя все витамины. Косточка это просто, косточка это не еда. Косточка это просто перекус. А в твоей еде у тебя все витамины. Иди. Все. Все. Пока. Хоть ругайся, хоть не ругайся, Ники. Извините. Папа сказал нет, значит нет. Все. Она понимает. Вот у меня ощущение, что она все понимает. Я только подумаю, допустим, с ней куда-то пойти. Она раз подорвалась, уже прыгает возле меня. Ну, когда мы с ней ходили гулять. Сейчас не гуляем, потому что у нее хипсы болят. Хипсы эти, как это, вот ножки вот сверху. Как они называются? Она не может долго гулять. Она начинает хромать и начинает постановать. У нее тут есть гулять. Вон двор громадный. У нас очень большой двор. У нас у соседей ни у кого, в нашем комьюнити, ни у кого такого большого двора нет, как у нас. Я тебе сейчас, я тебе сейчас поскребу. Я тебе сейчас поскребу. Но! Я только тебя хвалю, какая ты умная, а ты, оказывается, как ты все понимаешь. Ты понимаешь, да не все. Скажи, я понимаю, мама, но я надеюсь, что все-таки ты мне дашь косточку. Вот как не дать? Вот как не дать? Все, она успокоилась. Я уже пошла косточку давать. Нет. Ну, как ребенку не дать, если ребенок голодный? Ну, вот она просит, и все, хоть ты тресни. Все, Никочка, все. Так и так и стоим. Так и ни о чем не это, не думай. Кофеечек сказка. Так что все, я решила остаться. Решила никуда не ехать. Сегодня мне надо обязательно помыть полы, вот уже 12 часов. Сегодня обязательно в хом-дипо купить кисточки, купить краску. Дорисовать свое платье, хочешь, не хочешь. Хочется, мне это хочется. Еды у меня навалом, я готовить сегодня ничего не буду. Так что у меня сегодня практически пустой день. Так, сейчас пойду выброшу теперь пластик. Пока мусорка пластиковая не пришла. Это разные машины забирают. Делается видео, сохраняется. Так хорошо, я вообще, вот оно сохранилось. Я вообще перестала пользоваться компьютером. Я все делаю, я все делаю на телефоне. У меня Татьяна спрашивала, я как-нибудь, Танечка, сделаю и покажу, как я это делаю. Все очень-очень просто, очень просто. Правит, все направит. Любые буковки написала, любую букву. Давай. И загружаем. Все загружается. Очень удобно. Тут же я редактирую видео. Там тысяча эффектов. Там очень хорошая программа. Но я этим не пользуюсь особенно. Надо как-нибудь начать пользоваться. Так, все, пошли выбрасывать мусор. Пойдем выбрасывать пластик. О, вот это опять упало. Жалюзина одна падает и падает. Хоть ты тресни. Дуглас выбросил сковородку. Ему Дэвид привез новые сковородки. Он старый. Лето, конечно, дает о себе знать. Закрываю окна, потому что очень жарко. Так, все, сейчас я себе делаю ледяное, ледяное опять шейк. Или как он, как по-другому их называют, эти шейки. Я сейчас брошу Данек. Сегодня утром себе делал с яблоко и вот с бананчика. Сегодня я пойду, куплю бананы. Куплю клубнику. Мы так вчера с клубникой делали эти шейки. Так вкусно. Вообще клубнику я здесь никогда не ем. Ну, очень редко ем, потому что мне она не нравится. Я всегда сравниваю с нашей ялтинской клубничкой. И, конечно, сравнение не в пользу американской клубники. Совсем никак. И вот вчера я стала делать, первый раз я сделала шейк с клубникой. Это просто сказка. Несколько кусочков льда, водичка. Чуть-чуть сахара добавляла. И вот так льда. Сейчас я сюда положу бананчик. И, наверное, яблоко. Половиночку банана положу. Яблоко. И потому что это уже будет сильно много. И положу немножко манго. Да, чуть-чуть манго. Блюбери может... Нет, блюбери, наверное, все испортит. Нет. Наверное, не буду даже яблоко добавлять, половинку банана. Почему? Потому что это будет уже не напиток, а уже будет как самостоятельная еда. А, кстати, да-да-да, я забыла сегодня. Да-да-да, я забыла свое семя льна. Вот это, на самом деле, настоящая еда. Несмотря на то, что я уже позавтракала, доела кашу за мою, ну, как ложечку сюда. И пошли разбиваться. Да. Ну все, пошли. Сегодня познакомилась. Сегодня мне пришла заявка на дружбу от мужчины, который живет здесь в Америке. Даже не знаю, как его зовут, к сожалению. Надо познакомиться. Не знаю, как его зовут. У него имя на YouTube, по-моему, он есть. Я всегда смотрю его через Facebook. По-моему, он есть на YouTube. Называется Russian Dead. Такой классный. Такой класснёвый. У него, он говорит на английском вот так. Do you understand? Do you remember? Так, он с таким, с таким конкретно. Вот как слышится, так и пишется у него. И он так быстро говорит. У него такой прекрасный словарный запас американский. В смысле английский, английских слов. Такой красавец вообще, слов нет. Я прям сегодня так удивилась. Он мне пришел запрос на друзья. Естественно, мы с ним там немножко попереписывались. Он меня называет Новый. Говорит, давай на ты. Ну, такой дядечка уже, наверное, чуть-чуть за 40 ему, где-то так, наверное, чуть-чуть за 40. Он говорит, давай на ты. Ну, пока больше мы не переписывались. Я еще пока не спросила его имя. Может быть, он сам представится. Не знаю. Я перебрала его весь в Facebook, но имени его так и не нашла. Неудобно как-то спросить. Ну, придется спросить, а куда деваться. Ну, жду, может быть, сам представиться. Я хотела показать, я перевела вот этот учебник. Учебник правила дорожного движения. Здесь, по Флориде, на русский язык. Очень давно, много лет назад. У меня эта книга идет на ура. И я уже давно показывала. Жизнь до жизни. Это как зарождается ребеночек. Он только-только родился. Вот он. Это как бы дневник между мамой и ребенком, который только собирается родиться. Да дай же мне сказать. Дай же мне сказать. Это для моего сына, либо для моей дочери, кто был рожден в таком-то городе. 9 месяцев дневник моей жизни до жизни. И вот он говорит. Привет, мама. Я здесь. Я прямо здесь, внутри тебя. О, ага. А где первая? Уже 4 векса. Мне кажется, я сразу писала. Окей. Он пишет. Мне только 4 недели. Я очень-очень-очень маленький, крошечный, размером с макового зернышка. Прямо сейчас твое тело делает, работает миракл. Это волшебство. Ты создаешь нового человека, нового человека, меня, твоего ребенка. И через 9 месяцев ты будешь способна видеть меня и держать меня на твоих руках. Там, где я сейчас, это очень тепло и очень уютно. Твое тело, это целая универс, это вселенная, это целая вселенная для меня. И я нахожу это очень комфортно, комфортабельно, ну опять же, комфортабельно, так и переводится комфортабельно. Я могу чувствовать твою любовь для меня, когда я растунка, растя, растя, stronger with every passing day. Вот как перевести? Короче говоря, я расту... Я могу чувствовать твою любовь ко мне, которая растет с каждым днем все сильнее и сильнее. Я хочу, чтобы ты была счастлива в этом эксперименте, потому что я могу чувствовать все твои эмоции. Мой мозг начинает формироваться. И it's up to you how smart I will be. Это зависит от тебя, насколько умной я буду. Пожалуйста, избегай... Старайся избегать сигарет, курить сигареты, пить алкоголь. И, пожалуйста, do not be nervous, не будь нервной. Stay away from drinking strong coffee and soda. Пожалуйста, не пей крепкий кофе и пепси-колу. Всегда хорошо ешь и будь уверена, что ты... Get plenty of sleep, что ты хорошо спишь. Всегда хорошо ешь и хорошо спи. Смотри на красивые вещи, думай о красивые мысли. И думай обо мне и... И будь всегда позитивная. Talk to me when you are alone. Разговаривай со мной, когда ты одна. Когда ты в одиночестве. Ну, когда, в смысле, никого рядом нет. Даже... Even though I can't hear you. Даже если я не могу слышать твой голос, я могу получить... Я могу чувствовать твои чувства и эмоции. И я нуждаюсь в любви больше, чем you will ever know. Больше, чем когда-либо. Right now my heart is represented by microscopic tube. Прямо сейчас мое сердечко представляет маленькую микроскопическую трубочку. But already it has begun to fight for love. И уже... Ой, у меня мороз по коже. Ну, вот это... Короче, еще раз прочитаю. Прямо сейчас мое сердечко представляет крошечную трубу, которая уже бьется, сопротивляет, бьется за жизнь. Борется за жизнь. To fight — это бороться. Ну, драться как бы. Которая борется за жизнь. I'm so excited to become a human being. Я очень возбужден. Короче говоря, я очень счастлив, что я начинаю превращаться в человека. I love you, mom. И вот это она должна писать. Hi, baby. Привет. Там траля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля. Три-любля. И вот эти все 40 недель здесь. Вот. Я же... Сайз такой-то, такой-то и так далее, и так далее. А ты уверена, мама, я не лягушка? Just making you smarter. Просто хочу, чтобы ты улыбнулся. Okay, I will try another way. My small body is bent in the form. Later is. Feel better. See. Короче говоря, вот этот зародуш, он похож на лягушку. И поэтому он спрашивает, мама, ты уверена, что я не лягушка? Я просто хочу. Спросил это для того, чтобы заставить тебя улыбнуться. Хорошо, я попробую по-другому. Моё маленькое тельце согнуто в форме буквы Си. Чувствуешь себя лучше? Это почти... It's possible already. Это уже почти возможно, чтобы увидеть мои ноги, мои руки и мою голову. Которая, ну, короче, зарождающаяся голову. Вот так проще будет перевести. Даже сейчас моё крошечное сердце сформировано и ожидает любовь. И моё громадное крошечное сердце полно любви к тебе, мама. Это мы вместе с Дугласом всё сочиняли. Так что тут, конечно, половина фраз – это его. Он молодец. Он такой, немножко шкодное сделал. Тут можно как бы и за сердце берёт, и за душу берёт, и можно посмеяться. Так что, эта книжка у меня продаётся везде по всему миру. И в Японии даже продаётся. Она продаётся на Амазоне. Нет, это всё продаётся на Амазоне. Ну, короче говоря, практически во всех странах, кроме стран СНГ. Эти книги продаётся через Амазон. Вкусно, и главное, что холодно. Видны вон кусочки льда. Опять всё затянуто тучами. Опять сейчас, наверное, пойдёт дождь. Дай бог, сейчас платье своё зашью и докрашу своё вот это сегодня платьечко и покажу, как красиво получится. Сказка сказочная. Просто сказочная сказка. Боже, как хорошо быть дома. Я просто не хотела никуда выезжать. Мне так уютно дома. Мы вчера с Дугласом ехали. Я его отвозила, чтобы заправить его, зарядить его батарею на машину и потом забрать её обратно. И вот подъезжаем к дому. Он говорит, боже, как я люблю быть дома. Я говорю, у меня то же самое. Как я люблю быть дома. Ну, я вообще рад по гороскопу. Для меня самое главное – это дом. Я себя чувствую очень уютно только в доме. И нигде в другом месте. Или забирать пластик. И пластик, и стекло. Всё. До следующего четверга. Всё, освободили. Такие чистые все машины мусорные у нас. Просто чистые. Просто переливаются. Я никогда не слышала никакого запаха от наших мусорных машин. Когда я помню, ещё при социализме, когда у нас приезжали мусорки, боже мой, за километр было слышно. Ну, это было, конечно, очень-очень давно. Тогда не было ни средств, ничего такого, что побеззараживающего. Итак, нашла цыганский уголок. Где-то у меня есть иголочки. Но, если честно, не хочется сейчас ковыряться. Всё перескать. Сейчас быстренько-быстренько зашью вот этот кусочек платья, который китайцы так шьют. Вот тут на стыке надо было несколько раз прострочить сюда, туда, туда, сюда, туда, сюда несколько раз. И зацепить вот тут вот уже туда, сюда несколько раз. И всё, никогда бы не порвалось. У меня уже быстренько сейчас своими руками всё. Просто, очень-очень быстро. Что такое, она говорит, Вилл Канадай, мы все умрём. Чего это, ты вдруг? Это что-то она говорила только что про нашего любимого президента. Странно. Я думаю, что причина, что ЕУ пострадала, это, потому что президент был в его руках, так сказать. Что? Я не знаю, что этот договор, они бы могли бы прийти к этому договору. Моя диполитические ваши дела. И я думаю, что это очень-очень важно. Очень-очень важно. Жутко важно, она говорит. Они тешут их головы. Ладочка готова, всё, пошли заниматься этим. Итак, теперь я делюсь... Ай! Делюсь. Ага. Делюсь. Лучшее тесто для пиццы. И для пирожков, собственно, для всего. Чайная ложка дрожжей. Я разогрела водичку. Сюда же я положу сахарка немножко. Короче говоря, здесь у меня столовая ложка сахара, чайная ложка соли, чайная ложка дрожжей. И столовая ложка подсолнечного масла. Всё. Ни яйца, ничего. Всё очень быстро. Можно немножко больше, чем столовую ложку. Маслом кашу не испортишь или кашлом машу не испортишь. Так, посыпаем всё сюда. И выливаем вот эту тёпленькую водичку. Всё. Поехали мешать. Перемешаем. 5 минут поднём в руках. И пусть оно стоит, пока не поднимется. В Америке вот так вот называется трейд дрожжи. Я покупаю эти дрожжи, вот эти вот именно дрожжи в Сэмс Клабе. Вот такие две громадные упаковки стоят около 5 долларов. Сюда надо добавлять водичку. Сейчас вот у меня подогревается вода. 30 секунд я поставила, чтобы она была тёпленькая. Такая комнатная. Чуть-чуть теплее, чем комнатная температура. Где-то 32-33 градуса. Ну, может быть даже 34. Не больше. Так, иди сюда. Иди сюда, моя красавица. Так, ещё водички. И потом, если много воды уже, я буду добавлять немножко муки и так далее. Всё. Главное, что всё, тесто готово. Я вообще всегда как-то не чувствовала себя очень уютно, когда я делала дрожжевое тесто. Но у меня очень часто не получалось вообще никаким. Я плюнула на эту, думаю, не буду. Ну, так изредка бралась. Когда-то получалось тесто. Ну, допустим, из 5 случаев. Только в одном случае получалось тесто. А в 4-х случаях у меня получалось непонятно что. И я думаю, что ну его нафиг. Не буду с ним даже вообще и пытаться его делать. Но вот всё-таки хочется. Хочется пирожочков. У меня мама, Царская Небесная, надела всегда тесто без дрожжей. Бездрожжевое тесто надела именно на подсолнечном масле. Но всё-таки, я не знаю, я люблю, когда тесто поднимается. Вот такое оно пухленькое, такое крупненькое, такое вот оно нежненькое. Всё-таки я люблю дрожжевое тесто, очень. Сейчас ещё добавлю немножко сюда муки. Вымешаю всё это. Надо обязательно опять выложить на стол и 5 минут его сжимать. Ну, как сказать, разговаривать с ним так медленно, мягенько с ним. Вообще, дрожжевое тесто не любит сквозняков, не любит грубости. Оно любит мягкий голос, оно любит мягкие прикосновения. С ним нельзя, так как с обыкновенным тестом, его нельзя бить, его нельзя там сильно комкать. Его надо с ним аккуратненько, нежненько, приговаривая и так далее и тому подобное. Всё потому, что дрожжи, сухие дрожжи, это сухие, живые, как сказать, существа, не сказать. Ну, будем говорить, дрожжи, это живые существа, которые сейчас под воздействием муки и тёплой водички, и, понятное дело, моих приговариваний, моих вот таких нежных прикосновений к нему, они начинают просыпаться и делать свою работу. То, что должны делать дрожжи. Они поднимают ваше тесто. Многие пишут, что везде, говорят и пишут, что дрожжи якобы плохо для организма. Но я хочу сказать, что всю жизнь люди ели хлеб. Ну, понятно, раньше, раньше тоже, как бы, раньше ещё в царской России продолжительной жизни была никакая. Там, будем говорить, 40 лет, это уже была древняя бабка. Сейчас 40 лет, это вообще, это девочка, дитё и всё это прочее, понятное дело. Но хлеб всегда ели, едят и будут есть, и поэтому никуда от этого не денешься. Хлеб – это хлеб, а хлеб без дрожжей – это не хлеб. Поэтому и выпечка, и всё это прочее. Если бояться есть хлеб и дрожжевое тесто, выпечку и дрожжевого теста, то, я думаю, вообще тогда и жить не стоит. Жить не стоит, потому что жить не стоит, если вы не получаете полное удовлетворение от жизни, полное счастье. Если, допустим, вы боитесь этих дрожжей, ну, съешьте там этого хлеба, там, раз в неделю кусочек, ладно. Не говоря уже каждый день. Я не ем хлеб не потому, что я боюсь его есть, я просто, я просто не хочу поправляться, потому что хлеб, понятное дело, хлеб и булочные изделия, это всё, конечно, откладывается на талии и тому подобное. Только поэтому я не ем часто хлеб. Но я очень люблю, я очень люблю свежую выпечку. Даже не сладкую, просто люблю вот хлеб, булки, вот такое вот, чтобы оно было свеженькое-свеженькое. Ну, понятно, пирожки люблю. Ну, пиццу не очень я ем. Я, если покупаю пиццу, я покупаю пиццу только лишь с моцареллой и с помидорами, всё. Я не люблю вот это вот, в пицце эти, не мясо, сейчас стали мясные пиццы делать, вообще непонятно что. Я не люблю с колбасой вот эту пиццу, нет. Самая вкусная пицца для меня это томаты и моцарелла, всё. Так, пять минут я его, я с ним поговорила, с моим тестичком смеленьким. Всё, аккуратненько, вот так вот я его, чтобы не обидеть его. Оно же живое. Сейчас его поставлю, накрою его салфеточкой сырой. Не салфеточкой, я беру полотенце, чуть-чуть смачиваю его. И накрываю. И оно сейчас у меня начнёт подниматься. А в этот момент я сейчас поджарю, нарежу и поджарю капусточку. Уже собираюсь неделю сделать пирожки из капусты. Никак. Ещё раз повторяюсь, уже сто раз говорила, боже, какие вкусные пирожки со свежей капустой. Когда вы берёте свежую капусту, слегка её зажариваете, чтобы она не была сильно, чтобы она не была капустой, как сказать, чтобы она не была тушёной капустой, ни в коем случае, чтобы она была именно с жареной капустой. И особенно здорово, если вы жарите её на сливочном масле. Она будет ещё вкуснее. Сейчас я тоже буду делать на сливочном масле, может быть, добавлю 50 на 50. Я боюсь, что на сливочное. Просто здесь немножко не такое масло, как у нас, оно, возможно, будет гореть. Я добавлю сливочное масло и буду жарить всё это на сливочном и на таком масле. И потом буду делать пирожочки и, понятно, тоже жарить их на сливочном масле. Я знаю, что многие запекают пирожки в духовке. Но как-то я с духовкой не очень дружу. Как-то я с духовкой нет. Я все-таки все люблю делать. Духовка это долго. Это, не знаю, как-то... Да и раньше у меня и духовки никогда не было. Какая там духовка? Господи, комната была 11 метров. Какая там духовка? Там ее и поставить было некуда. Плита была двухкомфортная. Боже, это о чем говорить? Мы когда с мужем жили в общаге, то вообще у нас была коммунальная общага. У нас было, по-моему, 6 семей. И там, о какой духовке могла я тебе речь? Нет, конечно. Поэтому я привыкла все делать очень быстро. Поэтому я привыкла обходиться без таких вещей, как духовка, там что-то такое. Все очень быстро, все очень просто. Поэтому... И мне не хочется, если честно, быть другой. Да, в духовке я иногда делаю. Иногда делаю мясо. Но у меня вот вся семья, как и я тоже. У меня как-то никто не любит мясо. Вот я запекала мясо. Я фаршировала мясо большими кусками. Карец, господи, карец. Вот уходят русские слова. Хоть ты тресни. Морковка и чеснок. Фаршировала. Ну, как-то вот оно вкусно, да. Ну, как-то у меня семья не ест. У меня все-таки... И я приучена, и дети приучены все-таки более к рубке. Я люблю котлеты, я люблю пельмени, там, где рубленое мясо. Я люблю фаршированные овощи, чуть не только фрукты. Фрукты тоже. Я люблю пельмени, вареники. Я люблю вообще все, что связано с тестом. И пирожочки. Моя мама очень часто делала пирожки совершенно разные, разнообразные. Мы когда-то с мамой делали вареники из клубники. Вот я все хочу собраться, сделать. Боже, как было вкусно. Как было вкусно. Это вообще... Вареники с вишней, самое любимое блюдо, это вареники с вишней. Но тут вишню днем с огнем не найти. Я недавно поехала в магазин. Гордон называется. Я там когда-то покупала вишню. Замороженную. Это единственный магазин, где я нашла. И вот я недавно поехала снова. Ее там уже нет. Я тогда делала вареники с вишней. Я просто объедалась. Я просто объедалась. Мне где-то на видео есть. Я делала вишню. Все, тестичка моя родненькая. Давай, ты стой. Такие тучи шли. Шли, шли, шли тучи. И опять вроде бы ничего. Но сегодня опять 60% вероятности дождя. Я вот сейчас оторву. Оторву, намочу ее. Я ее выжимаю. И просто сверху. Сверху вот такую мокренькую я ее. Чтобы тестичка не засыхала. Потому что она, если вы накроете ее сухой тряпочкой, либо сухой салфеточкой, она будет засыхать. Вот так, моя хорошенькая. Давай, стой. Давай, поднимайся потихонечку. А я тебе мешать не буду ни громкими звуками. Ничем, ничем, ничем. Буду потихонечку жарить. Резать и жарить капусточку. А ты стой, вот тут отдыхай. Возьмем дрожжи. Чтобы на них не подействовала ни сырость, ничего. Я хочу сказать, что я иногда оставляю открытую соль. Ну, вот такой сырости сказать, что прямо сырость, сырость. Нет. Вот я хочу сказать, в Ялте у меня... Ну, такой же климат я могу сказать, как в Ялте. Только то, что солнце немножко более такое жесткое здесь. У меня в Ялте было то же самое. То есть, если у меня оставалась открытая соль, то тоже через какое-то время она чуть-чуть набиралась влаги. Но особенно, если даже дождливые были дни. Поэтому никуда не поехала сегодня. И было какое-то такое состояние. Вдруг я такая хожу, чувствую меня как-то качает. Думаю, странно. Моряк в развалочку. Сошел на берег, как будто он открыл. Пятьсот Америк. Все знают, что моряки, когда спускаются на землю, после шестимесячной, там, как сказать, как у них шесть месяцев, они уходят в рейс после рейса. Ну, там же вот так вот. Ну, особенно раньше, когда маленькие суденышки, там же вот так все время качало, качало. И они привыкают к этому. Они выходят на берег. И моряк в развалочку сошел на берег. Он, казалось бы, уже не на корабле, а он все равно в развалочку ходит. Потому что, ну, вот это состояние, с него долго выйти, пока ты привык к этой качке. Так что, я знаю, что это такое. У меня папа был капитаном небольшого судна. Как он, Господи, Боже мой. Я так укачивалась. Я так всегда укачивалась. Он меня пытался к этому приучить. Он меня пытался как-то... Бесполезно было. Бесполезно. Я, конечно, у меня... Так я знаю, когда я выходила из его судна, я тоже, я так вот, я... Я вот так вот качалась. Ну, несколько минут, понятное дело, недолго. У него было не рыболовецкое судно, а судно... Людей одевали в скафандре, отпускались под водолазы. Водолазное судно. Его маленький теплоходик назывался «Заря». К Ялтинскому порту были приписаны. Ой, так классно. Я так вспоминаю детство. Папа вообще любила, обожала Царство Небесное. Боже, как я любила своего отца. Я, когда была маленькая, я никого так не любила, как я любила своего отца. Я даже маму так не любила, как я любила отца. Я безумно его любила. Я просто без него дышать не могла. У меня первое слово было «папа». Папа и всё. Но, конечно, он за мной, он меня на руках носил и только в задницу не целовал, а может, и целовал. Он со мной вообще. Он готов был луну с неба достать для меня. И вот он знал, что я люблю крабы. Ну, каким-то образом он пришёл к выводу, пришёл к заключению, что я люблю крабы. У нас в Чёрном море такие громадные крабы, шикарные такие, громаднючие, с такими клешнями. Он же пытался меня всё время накормить, я до 7 лет вообще ничего не ел. Для меня было накормить, это невозможно. И вот он уже не знал, как меня накормить. И когда он дал мне, видимо, ну, это я так догадываюсь, я просто не помню. Я помню, когда он мне варил крабы, когда какой запах стоял, подумал, как он чистил эти крабы, как он мне на вилочку, как мне по кусочку этих крабов, я ещё так ещё морсил, больше не хочу, вот бы мне сейчас этих крабов. И вот он просил свою команду, чтобы они наловили, они забрасывали в сеть, они ловили там рыбу всякую разную, туда залезали крабы. Понятно, все крабы забирал он, потому что у него была я, маленькая девочка, которую надо было кормить. Вот он, конечно, и он мне барабулечку, он мне её зажаривал, он мне от косточек отдавал только мяско, он мне какую-то делуху из этой барабульки. То есть я с детства, я с детства была приучена к морепродуктам, потому что отец постоянно приносил свежайшее всё. И была ещё рыба такая, вот я не знаю, как она называется, как он её вкусно делает. Я вот помню ощущение, я вкуснее рыбы никогда на свете, она такая длинная рыбка была, такая полосатенькая. Лабан, по-моему, лабан называют эту рыбу, если я не ошибаюсь. И вот он эту рыбу, он удалял голову, удалял внутренности, и он её резал кусочками, и в каком-то рассоле, в какой-то водянистом, какая-то вода с чем-то там была, с перцем, понятно, она была с солью. В общем, он её каким-то образом вот в таком вот рассоле мариновал, но там не было, там никогда не было уксуса ни в коем случае. Эта рыба была потрясающая. Я помню, там был чёрный перец горошком, и там был лавровый лист, это точно помню. Зелени, по-моему, там не было никакой. Это было просто объедение какое-то несусветное, это было нечто. Она была жирненькая, она была мокренькая. Рыба потрясающая. А потом уже, когда после всего-всего-всего, когда уже много лет прошло, когда уже я была взрослая, он уже, конечно, был на пенсии, он покупал рыбу, тоже такую жирненькую рыбку покупал, ялтинскую какую-то. И он эту рыбу, она была без... А, да, он её вот так вот разделал, он её разделывал вот так, чтобы она как бы раскрывала её как книжку. Он посыпал её сухой горчицей, солью, перцем, что-то ещё, что-то ещё. Так рыбка на рыбку, рыбка на рыбку, рыбка на рыбку, всё это пересыпалось, пересыпалось. И потом оттуда достаёшь. Рыба была, отвал башки просто. Мы не могли наесться. Ну, то, что касается барабульки, это вообще отдельная тема. Барабулька солёная, это вообще совершенно отдельная тема. Это просто сказка. Девочки, кто живёт в Ялте, кто живёт на Чёрном море? У меня ж муж тоже был рыбак, и отец всегда приносил рыбу. И вот принесут это ведро, такое цинковое ведро, это свежей барабульки, она ещё бьётся. Мы туда насыпаем солью, засыпаем всё вперёд, вот так вот в соли. И через час мы начинали её с мужем уже есть. И с детьми тоже. Дети обожали. Мама говорит, как вы едите? Она ещё вся, она ещё кровит. Какая вкусная! Ну понятно, она должна постоять в соли, наверное, ну часа два, наверное, три. Ну максимум четыре часа она в соли должна постоять. Вот она свежайшая барабулька, просоленная. Вот мы её ели, просто оторваться не могли. Вот это мы садились в ведро, съедали с семьёй, четыре человека. Ну понятно, мы детям чистили, потому что там, я быстро очень научилась висеть эту рыбу. Снимаешь голову, потом снимаешь курку, потом всё это прочее, прочее. Это сказка невероятная. Вот зачем скучаю? Я скучаю за черноморской рыбкой, за черноморскими крабами, потому что крабы, которые здесь продаются, это не те крабы, это даже вообще. И вот эти дальневосточные крабы, которые сюда приходят, они их, видимо, экспортируют, продаются в ресторанах. Это близко даже, нет вкуса того дальневосточного краба, потому что оно тысячу раз замороженное, перемороженное. Ну вкус, да, вкусно, да, я покупала, ну да, ну как-то вот этого острого, свежего вкуса настоящего краба нет. Поэтому я представляю, допустим, люди, которые любят вот морепродукты, ну вот которые здесь, на американце, если привезти их, например, в Ялту и сделать им, и сделать им свежую барабульку, только что выловленную барабульку, у меня муж сделал, он делал небольшую коптильню, по-моему, он брал яблочное дерево, стружки яблочного дерева, и он коптил ее, и вот так она сверху, она сверху, причем он ее не чистил, вот целиком, с брюшком, с головой, все это, и потом так вот так разворачиваешь ее, она становится тверденькая такая, после копчения, и вот как в лодочке получается, это опять так разворачиваешь ее, а там сока много, вытаскиваешь вот эти все кишки и выбрасываешь. Боже, какая вкуснятина, невероятно. А уха, и самая вкусная уха в мире, вообще, которую я когда-либо пробовала, это уха из барабульки, это называется царская рыбка, это сказка, это нечто. Ну вот и все, пока поболтала, сейчас, наверное, уже тесто взошло. Болтать хорошо, а на работе же надо, а я ж, мне ж хлебом не корми, дай поболтать. Вот уже я нашла ваши свободные уши, спасибо вам большое, что вы меня слушаете. Шо? Шо? У меня такой разговорчик, как будто я из Одессы. Нет, конечно, я не из Одессы. Я знаю, что надо говорить што, но все равно говорю шо. Это так называемый суржик. Да, иногда могу украинскую мову, потому что кругом, в Ялте, конечно, много было украинцев, но они все тоже горели на суржике, и потом нас уже заставляли в школе тоже учить украинский язык, я бы, кстати, терпеть не могла. Вот, если честно, я украинский язык просто категорически не воспринимала, и, естественно, я бы никогда не учила, и учить бы не стала. И вообще мне казалось, что люди, которые приезжали в Ялту, там, допустим, девчонки откуда-то сел, работали в магазинах, там куда-то поступали в какие-то училища кулинарные, в наше училище кулинарное. И вот они, красивенькие такие девчонки, украиночки были, и вот они говорили на украинском языке. Мне казалось, такая деревня, ну такая деревня, просто кто говорил на украинском языке, это просто какая-то была деревенщина. Понятно, сейчас уже как бы с возрастом, я понимаю, я хочу сказать, что украинский язык очень красивый. Вот я вот только сейчас, когда я распознала его, или, может быть, то, что заставляли учить этот язык, я его так не любила, Бог его знает, точно так же я терпеть не могла английский язык. Я сказала, я сама себе сказала, никогда в жизни не буду ни учить, ни говорить на английском языке, никогда, никогда, не говори никогда, никогда не говори никогда, как раз. И я поняла красоту, вот действительно, особенно украинские песни. Вот русским языком так не споешь. Какие бы ни были песни, все-таки самые такие вот, ну я имею в виду с наших языков, самые такие мелодичные, это, конечно, украинский язык. Ничека месячна, Зоря наясная, Каханый, любимый, это очень, у меня ж мороз по коже идет, очень, очень красивый украинский язык, конечно, но, к сожалению, я слишком поздно, но, с другой стороны, что сожалеть, сожалеть-то нечем. Но я все-таки поняла, что, я поняла, что украинский язык очень певучий, очень насыщенный, какой-то яркий, красивый. Вот так вот. Спела свою песенку про Украину, пошли. Зачем я нож, скажите, в руках? А, вспомнила, я же заряжаю. У меня фотоаппарат, вот этот, которым я сейчас снимаю, мне, у меня там вот, там, где у меня батарейка, там у меня батарейка отходит, и он не заряжается. И чтобы его зарядить, мне надо сюда вставить, мне надо вот сюда вставить, между батарейкой, этой штучкой, ножичек, вот этот тоненький, тогда он заряжается. Я думаю, что я выношу с собой? Секир-башка. Вот так вот. Пусть он здесь лежит, сейчас я буду заряжать. Итак, где капуста? Выходи, капуста, выходи. Ляполь, подлый трус, выходи. Давай. Так. Это пока я не мою, потому что я буду сейчас снова замешивать. Я сейчас встану на другой стол, чтобы резать капусту, наверное, вот туда встану, или прямо здесь буду резать, или вот здесь, я все это уберу, поставлю сюда. Буду мелко нарезать капусту, вот это надо все избавиться от этой черноты. И пошли жарить. Смотрим, что она разоривает, красавица. Обожаю ее. Она чем-то мне напоминает, чем-то мне напоминает, господи, крем Зорька. Как ее? Актриса эта наша. Тоже она высокая такая, красавица. Я даже сразу не скажу, как ее взяли. Итак, я положила, насыпала, налила немножко подсолнечного масла, и бросила сливочное масло. Миленько-миленько, режу тоненько-тоненько. Позади меня голос Татьяны Лазаревой. Нарезаю капусту вот таким вот образом. Вот тут должна быть половинка. Вот таким вот образом. И как бы наискосок. Рыжий берег наискосок, покрытый илом. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Похоже на Татьяну Васильеву. У нее было, у нее интервью было про крем Зорьки, это было очень нечто. Это была сказка. Если не забуду, я поставлю сюда видео с кремом Зорька от Татьяны. Опять забыла. Это Татьяна, это Татьяна Васильева. Вот так вот я меленько-меленько нарезаю. Вот так вот. Тоненько-тоненько. Все это жарено в сильном огне, как я жарю на сильном огне картошку. То есть, эту капусту тушить нельзя. Ну, хотя, если будет капуста тушеная, все равно будут пирожки вкусные. Но все-таки мой метод, эта капуста должна быть жареная, а не тушеная. О, какой вкусненький запах. Какой пошел вкусный. Я опять же, то же самое. Я ее, пока у меня жарится первая партия, я тут же, тут же нарезаю вторую. Вот мне еще кусочек порезать. То есть, я не нарезаю заранее, и потом все это не бросаю. Нет, я начинаю с первой порции. Бросила, нарезала, бросила, нарезала, добавила, нарезала, добавила, чтобы она успела вся хорошо прожариться. Чтобы первая была хорошо прожаренная, а последняя, чтобы была еле-еле, еле-еле жаренная, полусырая. Вот в этом и есть весь прайс. Всегда причем. Раньше мы ели, я раньше ждала, пока мама делает что-то и брала вот эту кочерыжку, а сейчас ее говорят, есть нельзя, там собираются все эти, все плохие, как сказать, вещи. Вот половиночку, половиночку небольшой капусты, вполне хватит, наверное, на 20 или на 15 хороших таких, хорошего размера пирожков, наверное, штук на 20. И еще я люблю пирожки, очень люблю пирожки с зеленым луком, с яйцом, с рисом. Рис, яйцо и зеленый лук, это сказка, это нечто, это тоже социализм. Вот так вот. Все, смотрим, что там у меня с тестом, поднимается потихонечку. Вон он же, красивенько поднимается. Ой, какой хороший. моя капусточка. Сейчас я солью отсюда весь жир. Сейчас я поставлю вот это на подъемчик немножко, чтобы слился жир, потому что лишний жир никому не нужен. Как я это делаю? Сейчас покажу, очень просто. Так, наверное, делается, я сейчас положу туда нож, не на горячее, понятное дело. И вот сейчас все потихонечку будет туда сливаться в одну сторону. И потом я все это переложу в отдельную мисочку и уже буду делать. Какой у тебя уровень? Пирожочки. Все время подгонять. Наоборот, я никогда бы не подумала, что... Мне 52 года. А как бы я, что мне, как, а что мне сделать с этим? Вот с этим совсем. Ну, я, ну, мне, очевидно, не 52 года, точнее, мне рано еще. Я когда это осознала, я поняла, что я не могу еще пока сесть и решать кроссворки и смотреть. Я тоже. Не знаю, что там они делают. Молодец. И там телек смотреть. Ну, это же очень, это очень распространено. Знаешь, с чего все началось? Я села, когда я думала, все, теперь я одна, мне никто не мешает, сейчас я начну зарабатывать бабло. Так, как тут у нас зарабатывают бабло? Надо стать блогером. Хорошо. Чего-то, блин, мне это скучно, мне понравилось говно какое-то. Не хочу быть блогером, хочу открыть свой бизнес. Пошло, значит, учиться, всякие там веб-санавтары, там бизнес. Молодец. Ну, хватит. Итак, вот стекло, все масло, стекло. Сейчас я проверю еще раз тестечко. Я сама себе уже даю установку, что я съем только один, только один пирожочек. Я понимаю, что я могу съесть их 10, реально могу съесть 10, но я съем только один. Ой, какое тестечко, ой, какое нежное, ой, какое приятное. Дотрагиваешься, просто кайф какой-то. Кайф, кайфуша. Давай, идем, я тебе еще немножко помешаю, хотя, собственно, уже можно делать. Уже можно делать этим. пирожочки. Пошли, наверное, делать пирожочки. Давай, я тебя немножко посыплю еще мукой, куколочка моя. Кукольное мое тестечко, такое холесенькое. Ой, какое нежное. Сказочное просто. Так, все, начинаю. Начинаю делать кота тесто на пирожки. Колбаску сделала и примерно вот такого вот размера, наверное, маленький будет очень. Честно. порционные такие, чтобы они были одинаковые более-менее. Все это раскатаю в кругляшочки, положу начинку и начну жарить на масле. Так, все, поехали. Остальное я оставила здесь, опять накрыла салфеточкой. Вперед. И раскатывать. Раскатала, сейчас сюда выложу капусточку. Так, мой первый пирожочек. предоставил собственно слово тому самому венюку. Вот эта штука я выкладываю вниз. Эта штучка выкладывается вниз. Такая шкодно, я не слушаю, такая молодец. Итак, пошли. Первый уже, первый надо уже переворачивать. Он такой красивенький. Вот этот громадный я съем. нельзя съесть такой большой, его надо на два раза. Я же себе желудочек уменьшила. Нельзя, ну нельзя. Нельзя, 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 Давай. Сейчас я вилочкой, чтобы его не сломать. Сиди сюда, у тебя вилочка аккуратненько. Давай, давай, давай. Какой же ты красивенький, какой же ты хорошенький. Ой, какой. Прямо вкусненький, привкусненький. А, сказка. ням-ням, я уже хочу. Я сегодня утром села, я уже показывала немножко каши, задание доело. И вот сейчас уже сколько, три часа, ну и понятно, я выпила семя льна, я понятно, выпила свое, свой второй обед, этот, шелуха семян подорожника, ну и все. Ну, собственно, я говорю, у меня аппетит, а, я забыла свои витаминки, таблетки выпить. Гремит, гремит, витаминки надо выпить, да, да, и как-то, вот аппетита, вот слава богу, аппетита бешеного нет. Вот даже сейчас смотрю на почти готовые пирожки, хочется, но вот такое, что прямо хочется, аж да не могу, такого нет, такого бешенства просто нет. этих понтов, то есть это вот я пришла к вам, это я принарядилась, понимаете, по-мармейски, мы так не делаем, это уже, не знаю, представь, нам так ходят люди. А так, это же, мы расскажем, как она жила в Испании, здесь мы сможем. Какие-то там шорты, ты вообще ни про что не думаешь. Точно, сланцы, шорты, еще больше ничего. Очки на пятое темное, и все. Как раз, что случается? Да ничего. Люди нас похеревают друг другу, да не могу. Это ошибочное мнение было нам дано, вон, я надеюсь, в меньшей степени, что у нас на всю жизнь нам дается, нам так, ну, нас так воспитываем, что профессия у тебя на всю жизнь. Вот ты бухгалтером пошел, вот закончил, вот ты бухгалтером и работаешь. Брак у тебя на всю жизнь. И это тоже зона комфорта. И вот эти все, даже квартира у нас была на всю жизнь, между прочим. И вот эта зона комфорта, когда ты, как все радовались, когда нам 50 лет, золотая свадьба. Вот, блин, люди живут, а то, что они друг на друга уже не смотрят просто. Точно. Они живут каждой параллельной жизнью. Зачем? Вот этот вот тренд сейчас честности я такого же мнения. В общем, в западном мире брак, средняя продолжительность брака детка 3,5 года. По моей теории 5. Это самый близкий человек для меня. И я для него тоже. Вот так вот. И слава Богу, у нас каким-то образом... Так, на сегодня хватит? У меня осталось еще на 3 пирожка, наверное. Завтра просто свеженький сделаю. Завтра куплю лук зеленый. Сварю рис, сделаю с рисом и с луком. О, как вкусно! Боже, как вкусно! Мямочки, мямочки! И в этом смысле, понимаешь, ты знаешь, что это человек, у которых, в принципе, не очень... Ммм, так вкусно! Ой! Супер! Мямки, мне надо себе установку съесть один пирожок. Выбрала самый громадный. Думаю, съем половинку. Не могу остановиться. Не могу остановиться, даем. Боже, как вкусно! Просто непотребно вкусно. Так не бывает. Ха-ха-ха! Ммм! Вот она просто говорит то, что всегда говорила я насчет образования. Певцом? Певцом и певцом. Или режиссером. Это профессии, которые требуют навыка. А навык, как ты понимаешь, приходит не в институте, он приходит на работе. Вот ты идешь, выбираешь что-нибудь одно. Я хочу быть сценаристом. Пошел. Я тут же вас звучит на сценариста. Если ты не поймешь, что тебе нужно, тебе не имеет смысла никакого куда-то поступать. И в этом смысле, конечно, они проходят совершенно другой путь, в отличие от нас, когда нам говорят, ты будешь экономистом. Хорошо. А сейчас иди работай, как только тебе понадобятся новые знания, ты заходишь в интернет, говоришь, где тут у вас новые знания, и совершенно необязательно тратить 3-4, не дай бог, 5 лет самого продуктивного времени. Супер. на широкое образование. Это мое личное. И мое тоже. Почему это странное образование? Я об этом много раз говорила. Ты знаешь, они учились... Прошло 2 часа, как у меня опять поднялось тесто. Сейчас я его положу в пластиковый пакет, до завтра оставлю. Это тоже все в холодильник. Отнесла, съела сама пирожок. Так что у меня еще капуста осталась на завтра. Завтра снова замешу новое тесто и наделаю еще Дугласу пирожков отдельно. Но это я уже Данечку оставила. Мальчик сейчас придет с работы голодный. У меня правда есть соус вкуснющий такой. Салатик. Не знаю, будет ли он соус съесть, не знаю. Дугласу тоже отнесла тарелку тоже. Он счастлив. Вот засранец. Раньше же не ел. Ведь мы с ним когда жили, 10 лет мы с ним вместе жили, ведь он мою еду практически никогда не ел. Котлеты, я такие котлеты делала. Я сама покупала бедрышки куриные, я сама выбирала мяско, я прокручивала, добавляла белый батончик туда, добавляла молочко. У меня такие были котлеты просто сказочные, из пюре. Нет. Он брал свою засушенную пиццу, холодную, замороженную и разогревал пиццу. Я говорю, ну попробуй котлетка какая-то, это же нечто. Я же рассказывала, когда-то попробовала, я когда-то сделала такой холодец, ну от Валбашки, по маминому рецепту, такой вкусный холодец. Он попробовал, вот такая, и побежал чистить зубы. Я говорю, ты что с ума сошел? Ну для них, для них желейное, вот такое как бы, у них желе должно быть сладкое, а вот это, такого никогда не ели. А когда-то соте приготовила, такого соте заметит. Его же надо холодным есть. На стол поставила, дочка его пришла, она тоже такая попробовала, и так раз салфетку. И такие глаза перепуганы. Говорю, Мария, не волнуйся, если не нравится, ничего страшного. То есть они, многие американцы, вот нашу еду как-то сложно очень. И бедный Дуглас, он когда ко мне приехал знакомиться в 2004 году, ну что, я же как нормальная женщина налепила пельмени, а он такой вообще никогда не ест. Сейчас, кстати, он ест мои пельмени, ест мои маленькие. А вообще тогда нет. Сколько я, сколько я, Ваня, каждый, почти каждую неделю, раза два, наверное, езжала неделю пельмени. Он ни в какую. Я говорю, ты попробуй, какая вкуснятина эти пельмени, а вареники с картошкой, это же сказка. Вот так вот. Так что сейчас он ест всю мою ест всю мою еду и благодарит меня. Очень счастлив. Он абсолютно ест все, что я ему приношу. Абсолютно все. Но бывает, я там ему принесла когда-то два куска курицы, он ее просто не доел. Я постоянно в холодильнике в него там вычищаю, убираю, приношу что-то в холодильник, ему ставлю. Три курица лежит. Ну что ж ты не доел? Я потом доеду. Ну куда она уже высохла вся, я, понятно, взяла ее и выбросила в мусорник. Вот так вот. Так что завтра у меня снова будет пирожковый день и завтра я наделаю много. Вот этого теста хватит, наверное, штук на пять пирожков. Просто с виду так много, на самом деле его совсем мало. Это оно так просто очень сильно поднялось. Если его скомкать, оно будет совсем маленький кусочек. Или мне уже дожарить эти пирожки. Что я вот это мочу? Сейчас я дожарю, да и все. Что мне это на завтра оставлять? У меня еще штучки. Я понемножку положу штучки, 4 у меня получатся. Да, может я еще вечером съем один. А уже куда вечером ездить? А я так хочу там. Вот хочу сказать, пирожки просто, вот слов нет. Вот это пирожки, отвал, башки. Вот кто сделает, потом мне скажите громадное спасибо. Пирожки есть всякие разные. Они все вкусные, понятно дело. Но пирожки со свежей капустой, вот так вот обжаренные, как я, ничего. Я только посолила капусту, больше ничего. До такой степени вкусные, просто оторваться невозможно. Я точно так же делаю. У меня сын обожает. Вот у меня такие же вареники делаю. Я делаю такую же начинку и делаю вареники вот с такой, со свежей капустой. Это просто отвал башки. Это вкуснятина невероятная. А завтра я куплю, как я уже сказала, завтра я куплю яйца. Яйца у меня есть. Я завтра куплю зеленый лук. А я, по-моему, купила зеленый лук. У меня, кажется, есть в холодильнике. Да, у меня есть в холодильнике. Завтра сделаю зеленый лук, яйцо и рис. Да. Все. Так же. Welcome to пирожки. Приглашаем мы на мои пирожки. Боже, как классно. Боже, как хорошо дома. Как хорошо, что я никуда не поехала. Я прямо сейчас легла, так отдохнула. Прямо прилегла. А, я хожу. Хожу, думаю, что тут такое странное состояние, что у меня голова немножко закружилась. Я побежала к Дугласу, взяла у него этот. Ну, это я купила, покупала этот аппарат для измерения давления. Сколько? 55 долларов я в этом покупала в Walmart. Не важно. Не в Walmart, а в Walgreens. Не важно. Я говорю, дай-ка я. Хотела у него померить. Ну, да, сейчас выйдет со мной там болтать. Дерю, да, я дома сама померю. 121 на 74. Давление просто замечательное. Я 5 раз перемерила. На одной руке, на другой. Вот меня так немножко пошатывает. Думаю, а что ж меня так странно пошатывает? Ну, кому слегка за 20? Такое, наверное, иногда бывает. И я так себе думаю, надо, наверное, немножко полежать. Я знаю почему, потому что я сегодня в 5 утра проснулась. У меня такая ситуация, как если я просыпаюсь рано утром, я могу лечь спать, допустим, в 9 вечера, но если я проснулась и не выспалась, самые основные часы для сна у меня это 6 и 7 часов утра. Вот до 7 я должна спать обязательно. Вот 5 и 6 часов, вот это вот самое-самое время. Я могу вообще ночью спать, но если я лягу в 5 утра и посплю, допустим, до 7, до 8, я еще буду нормально. Но если я посплю, допустим, 6 часов и я не досплю вот это, именно вот эти утренние часы, 6-7 часов, я буду как, я вот такая буду ходить, я буду вот такая вот ходить. И я сегодня просыпаюсь в 5 утра. Просыпаюсь в 5 утра, все, готова вставать, готова бежать, готова что-то делать, думаю, сейчас пойду платье красить и то-то-то-то-то. И так я волындалась, волындалась, и так и не встала, так и лежала, что-то там видео делала, что-то смотрела, что-то слушала. И в итоге, где-то, наверное, в пол седьмого я ушла в сон. Я так уснула, что меня Данек разбудил. Было уже пол девятого. То есть я 2 часа, получается, как, я просто вырубилась. Но вот я вот эти часы 5-6 и началось, я не выспалась, и вот я хожу сегодня вот такая вот, вот такая вот. Хорошо, что никуда не поехала, потому что меня куда-нибудь занесло бы, меня куда-то бы на сторону. Итак, половина, половина пятого. Можно еще пирожок съесть? Но не буду. Можно. Или съесть один. А, побалую себя. Съем еще один пирожок. Очень хочу. До такой степени вкусный. Просто невозможно вкусный. Я очень-очень сильно советую каждому попробовать, каждой хозяйке попробовать. И опять-таки, как я уже говорила, очень многие женщины боятся делать тесто. Они очень многие вот себе вбили в голову, а у меня с тестом не получается, допустим. У меня не получаются пельмени. У меня не получаются вареники. Вот как я говорила, у меня не получалось вот это вот тесто. В смысле дрожжевое тесто. И я все равно в тупую делаю, делаю, делаю. Но вот это тесто, конечно, получилось сегодня просто потрясающе. Просто замечательно. Взяла себе семечки, думала, сейчас подулягу, пощелкую семечки. Нет, не сейчас. Сейчас нельзя. Сейчас мне некогда. Мне надо доделать пирожки и потом все-таки уже добить это свое платье. Ну никак, ну никак. Осталось совсем чуточку. Вот осталось вторую сторону. И немножечко вот тут вот под... Вот тут вот немножко под... Вот тут вот нарисовать несколько таких штучек беленьких. Все, все. Я готова и красавица. Вот оно будет лежать, не лежать. Я вообще всегда созреваю. Я должна созреть на что-то. Вот оно у меня лежит, оно меня мучает. Вот я подскакивала 25 раз доделать, не доделать, сейчас, не сейчас. И потом в конце концов я берусь и до конца доделываю все. Ну вот так. Я должна созреть на все. Так, пошли делать. Пошли делать еще. Несколько штук. Каждой неделе приходят такие вот предложения. Это мой банк. Это мой банк. Как он называется? Господи, чей из банка? Предложение, что если кто-то из моих знакомых кого-то я посоветую открыть там счет в банке и кто-то должен положить тысячу долларов на счет, 300 долларов идет плюсом как бы. То есть человек получает 300 долларов. Я Данечку. Мы завтра, наверное, по этим открытым счет. Пусть 300 долларов у него будет. Мои мальчишки сели почти все еще. Пошли смотреть во дворе, что там с забором делается. И я быстро-быстро, пока они приехали, быстро-быстро доделала еще 4 пирожка. Все, на что у меня хватило этой самой капусты. Если бы я знала, что Данек будет не один. Сыночек тоже приехал. И вот у меня осталось тесто. И я, наверное, сейчас этого теста, но опять-таки, я же не буду есть. Я думаю, нет, не буду сегодня ничего делать. Короче, мои пирожки улетели. Просто улетели. Сейчас я буду делать пиццу с оставшегося теста, потому что начинки у меня нет. Ой, как приятно, когда нравится, когда захвалили мои пироги. Просто захвалили. Сейчас приготовиться. Надо, наверное, потише огонек сделать. Сын сказал, бомба, пирожки бомба. Вот так вот. Я же говорю, что пирожки удивительные просто. Они настолько вкусные, что передать словами невозможно. Поэтому, девчонки, делайте тесто, делайте капусту и жарьте пирожки своим мужьям и детям, понятно. Приходят или раз в 10 дней, или каждую неделю. Я уже одну выбросила мысль, мне не достало, что показать. Готово. Я хочу кусочек отломить отсюда. А, вкусненько, вкусненько, вкусненько. Вкусненько, вкусненько, вкусненько. А, ням-ням. Показка. Вкусно. Она некрасивая получилась, неровная. Ничего страшного. Я дорисовала нижнюю часть платья, уже кисточку помыла. Потом, ладно, вот тут надо было еще дорисовать кусочек. Это только нижняя часть. Ничего переделывать не буду, ничего поправлять не буду. Вот тут даже вот такие грехи. Все вставляю, как есть. В этом даже есть своя определенная прелесть. Вот так вот и закончился день. Уже девять часов почти. Все. Я лицо себе намазала уже кремом. Сейчас выпью свой смузи вечерний, почищу зубки. И бай-бай. Спокойной ночи. See you tomorrow. See you tomorrow. Мой смузи из манго на льду. И тут семя льна. Все. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok